Чемодан, вокзал и Рига, Вильнюс и Литалин. Россия высылает 7 дипломатов стран Балтии, а также Словакии. На сборы отведена неделя. Кроме того, Латвия и ряд других стран также могут попасть в список недружественных к России стран. Российский МИД заявил, что покинуть страну в течение 7 дней должны по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, два сотрудника посольства Литвы и три посольства Словакии. Послам этих стран заявлен решительный протест в связи с провокационными высылками российских дипломатов, цитируют МИД России и местные СМИ. Число объявленных Россией персонами Нонграда балтийских дипломатов равно числу российских, отъезда которых потребовали страны Балтии в знак солидарности с Чехией. Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на оружейном складе. В МИДе Латвии подтвердили, что один латвийский дипломат должен будет покинуть Москву. Вот что об этом поводу говорит посол Латвии в России Марис Рекстинш. Изгнание дипломатов не является чем-то чрезвычайным в наших латвийско-российских отношениях. Такие случаи уже были. Такой шаг допускает Венская конвенция. Поэтому оценивать это как что-то чрезвычайное было бы неправильно. Но высылка дипломата это еще не все. Латвия может впервые официально попасть в список недружественных к России стран наряду с другими государствами. США, Великобритания, Чехия, Канада, Литва и Эстония. Список может быть опубликован в скором времени. Об этом сообщила газета «Известия». Каких-то серьезных последствий, которые, можно сказать, действительно существенно повлияют на жизнь простых граждан, этот список вряд ли принесет. Но для, например, дип-представительств этих стран в России будут известные последствия, потому что этот список предусматривает, что дип-миссии не смогут нанимать российских сотрудников. Эстонский политолог Карма Тюйр считает действия России по отношению к странам Балтии чрезмерными и несимметричными. Теперь же сюда накладывается слой не асимметрии. И кроме этого обычной выставки еще добавляется у нас этот список кресловутый. Будет ли это что-то обозначать, ну, скорее это просто такой, как сказать, сигнал, что вот вы плохо себе ведете, и мы будем вам какие-то осложнения еще добавлять. А вот российский политолог Владимир Гельман называет составление списка непродуманной и неоправданной акцией. Составление такого рода черных списков – это не путь, по которому должна идти внешняя политика. Потому что на самом деле вот, как бы, конкретные обидки, да, на Латвию там или на Польшу, они приходят и уходят, а списки формируются и остаются. И таким образом, ну, как бы, проблемы не решаются, а просто перекладываются на будущее и загоняются во внутрь. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что список недружественных к России стран будет опубликован уже в ближайшее время.